В прошлом раз я полное название записал, сегодня сокращенное каноническое распределение гипса и большое каноническое распределение гипса. Вот, ну и остановились мы на том, что статистическую сумму записали. Мы обсудили, по крайней мере, я успел это сказать, что теперь в качестве номера состояния у нас выступают числа заполнения, да, и, соответственно, сумма по состояниям переходит в сумму по наборам чисел заполнения. Ну и энергия идеальной квантовой системы тоже известным образом записывается, мы это в прошлый раз написали. Сумма одночастичных энергий, сумма по P, EPNP. Напоминаю, что P обозначает набор квантовых чисел, полностью характеризующих состояние одной частицы. Ну, в качестве, чуть позже уже в курсе возникнет конкретизация набора квантовых чисел, но я уже сказал, что можно представлять себе импульс и проекцию спин частиц, как правило. Так, и не забываем, что статистическая сумма у нас, конечно, при фиксированном числе частиц, поэтому правильнее с моей стороны было бы тут вот так написать, да, вот, зафиксировать число частиц. И эта фиксация числа частиц, она, конечно, отражается на условии суммирования, потому что мы суммируем не по всем возможным наборам чисел заполнения в данном случае, а по тем, которые соответствуют фиксированному числу частиц N большое. Вот это условие должно выполняться. Вот оно, собственно, мешает тому, чтобы эта сумма факторизовалась. Потому что, понятное дело, под суммой у нас, конечно, стоит произведение экспонента суммы, это произведение экспонент. И вот слагаемые-то факторизуются, то есть распоздаются на произведение. Условие... Условие... То есть, числа частиц, собственно, и не дает сумме распасываться на произведение сумм. Ну и то же самое, на самом деле, с каноническим распределением гипса. Вероятность... Для системы в термостате, да? ВН равная единица делить на Z умножить на E в степени минус EN делить на θ, перейдет... Для идеальной квантовой системы в вероятность набора чисел заполнения равную... Ну вот тому, что я написал. Ну и перепишу это сейчас вот в каком виде. Единица делить на Z от этого EN на произведение по P. Это я сюда явно подставляю энергию, соответствующую конкретным числам заполнения. Да, сразу учитываю свойства экспоненты и расписываю экспоненты суммы как произведение экспонентов. Ну давайте я здесь напомню, да, что, собственно, энергия идеальной системы, состояние которой задается набором чисел заполнения... Так записывается вследствие того, что частицы не взаимодействуют между собой, да? Ну и вот получается для вероятности в каноническом распределении гипса такое выражение. И, может быть, вам сейчас покажется, что вот это выражение факторизовалось, да? Представляется в виде произведения вероятностей. На самом деле это не так, потому что тут есть нюанс. Тут надо сказать, при условии сумма по PNP равна N. А если у нас набор чисел заполнения такой, что сумма NP не равна заданному N фиксированному, да? То вероятность соответствующая, на самом деле, будет равна нулю. Ну, число частиц не равно заданному, и, соответственно, такой набор не может реализовать состояние нашей идеальной системы в термостате с фиксированным числом частиц. Вот. Вот, собственно, из-за того, что вот такое выражение выполняется при выполнении этого условия, а при невыполнении условия вероятность равна нулю, из-за этого вероятность не распадается на произведения, и разные NP не становятся независимыми. В общем-то, не такая уж большая корреляция между числами заполнения разными вносится вот этим условием, да? А вот эта зависимость, да? И вообще из-за нее возникает зависимость между разными NP, да? Вот эту зависимость можно сформулировать как корреляция между разными NP. Можно эту трудность техническую преодолеть, вот. Но нам это не нужно, потому что оказывается, что для большого канонического распределения гипс все лучше выглядит и проще, да? И поэтому мы сейчас, собственно, и перейдем к большому каноническому распределению. Резюмируем только, что итог. В каноническом распределении гипса NP являются зависимыми. Ну и, в общем, вычисления проводить неудобно в этом формализме. Большое каноническое распределение, поэтому рассматриваем. Ну, собственно, Z, равное сумме по N большому от нуля до бесконечности и по N маленьким, да, от E в степени минус E N от N большого минус мю на N большой, деленное на θ. Может быть, также переписано, как сумма по N большому от нуля до бесконечности E в степени мю и N делить на θ умножить на Z от θ в N. А сама большая статистическая сумма, конечно, зависит от θ в N. Я уж извиняюсь, но сначала я это забыл написать, да. Ну, если вы хорошо помните, от каких переменных какая сумма зависит, то, в общем, не всегда обязательно писать эти переменные. Ну, а для вероятностей в большом каноническом распределении гипса мы имеем единицы делить на Z умножить на E в степени минус E N от N большого минус мю N и делить на θ. Ну и, соответственно, помимо номера, конечно, N маленького вероятность еще от N большого зависит. Все это переходит для идеальной квантовой системы. Так, я надеюсь, вы с пониманием к такому сокращению отнесетесь. Да, идеальная квантовая система тут написана, сокращен. Номер состояния, в общем, как уже было сказано, но вроде сегодня я этого еще не выписывал, переходит в набор чисел заполнения, энергия состояния так записывается. Ну и, наконец, число частиц естественно равно сумме чисел заполнения. Тогда вероятность состояния W равна единицы делить на Z от θ умножить на экспоненту от минус единицы, деленная на θ умножить на, собственно, разность энергии и мю N, то есть сумма по P ЕП НП минус сумма по P мю НП. И вот здесь у нас уже нет условия фиксации числа частиц, поэтому ничто не мешает этой вероятности по-настоящему распасаться на произведение вероятностей для каждого числа заполнения в отдельности. А, здесь, да, конечно, спасибо. Да-да, здесь вот было и N, а должно быть мю. Ну, собственно, факторизованный вид давайте чуть позже напишем. Сначала еще с большой статистической суммой разберемся, но уже зафиксируем, так как нет ограничений на N P от O. Ну, помимо того, что они не должны максимального для данной статистики значения превышать, но это ограничение в данном случае не является существенным. Ограничений типа сумма по P NP равно N нету. да, то W от NP представляется в виде произведения по P WP от NP. Разные NP становятся, в данном случае не становятся даже, а являются независимыми. Явный вид WP, впрочем, чуть позже напишем. Надо было мне сначала с большой статистической суммой разобраться. Ну, разберемся сейчас. Поставим пока пропорциональность. Вот. Но чтобы разобраться с большой статистической суммой, мне надо формулу для статистической суммы переписать сначала. Перепишем формулу для Z. Z от T, T, V, N равно сумме по всем разным наборам чисел заполнения. Вот тут сумма по всем разным наборам чисел заполнения, да? А условия того, что эта сумма должна вестись только по тем наборам, для которых выполняется условие фиксирования числа частиц, мы учтем по-другому. мы поставим по-другому. под знаком суммы функцию дельта с таким вот аргументом. N минус сумма по P, N минус сумма по N, P. И скажем, что функция дельта это дельта-функция дискретного аргумента. То есть, ну или по-другому, даже можете ее символом кранекера назвать, где дельта от N равна единице, если N равно нулю, и нулю, если N не равно нулю. Ну, надеюсь, вы сейчас не запутаетесь, или лучше тут другой, наверное, аргумент поставить, да? Давайте, не N это будет, N у нас фиксированное число частиц. Ну, а что, какой-то целый аргумент. L, пускай будет L. Дельта от L равна нулю, а L какое-то целое число, потому что разность двух целых, N и суммы чисел заполнения это целое, да? Учитывает условия сумма по P N P равно N. Понятно ведь, да, что так записанная сумма по всем наборам заполнения, но с дополнительным множителем в виде этой функции дельта перед экспонентой или после экспонента эквивалентно эквивалентно вот этой сумме, как мы ее раньше записывали. Сумма по наборам N, P сумма по P N, P равна N. если это возражение не вызывает, то двигаемся дальше и переходим к написанию большой статистической суммы, тогда Z от θ в мю равная сумме P N от 0 до бесконечности, E в степени мю N делить на θ умножить на Z от θ в N у нас становится равна сумме P N от 0 до бесконечности E в степени мю N делить на θ на сумму по наборам чисел заполнения. Так, ну и тут я не поместился, перехожу на следующую строку, суммируется у меня здесь, конечно, E в степени минус EP от N P деленное на θ умножить вот на эту дельта функцию от N минус сумма по P N P Ну, казалось бы, чего я добился? Наверное, это станет лучше видно, если я теперь, естественно, поменяю местами суммирования. Мы обычно интегралы меняем, когда нам нужно и удобно порядок интегрирования, ну и суммами так сделаем. Я теперь внешне сделаю сумму по всем наборам чисел заполнения, а внутренней сумму по этим N, потому что чисто формально, как индексы для суммирования, вот это N и этот набор чисел заполнения, они друг с другом не связаны, независимы друг от друга, поэтому их можно менять местами. тогда у меня тут это превратится вот во что. Сумма внешняя теперь будет по наборам чисел заполнения. в нее же я вынесу гипсовскую экспоненту. Так, вот здесь вот индекс P не нужен, да, заметили? Тут просто E от NP. Так, гипсовская экспонента пока для всей системы записываемая, а внутренней суммой у меня будет сумма по N от 0 до бесконечности E в степени μ и N делить на тета, ну, это E в степени содержит N, поэтому оно должно остаться во внутренней сумме. Ну и дельта-функция, которая, к сожалению, не поместилась на той строке и пришлось ее здесь записать. Дельта-функция от N минус сумма по P NP. Ну, а теперь свойства этой дельта-функции, хоть она и функция дискретного аргумента, очень похожа на свойства дельта-функции Dirac, которую вы в курсе математического анализа изучали, да? За счет этого дельта вот в этой внутренней сумме по N большому ненулевым слагаемым будет одно единственное, то, при котором N равно сумме по PNP. Так что в силу свойства дельта-отель у нас это превращается в сумму по наборам чисел заполнения NP E в степени минус E от NP от набора чисел заполнения, зависящие делить на θ. Тут ничего вроде бы не изменилось, но вот во внутренней сумме помимо дельта еще E в степени стоит. Вот в этом E в степени это N должно замениться на сумму чисел заполнения. Поэтому будет тут умножаться еще на E в степени мю делить на θ на сумму по P NP. То, что получили, давайте перепишем, а то тут уже достаточно длинная цепочка равенств. перепишем с учетом того, что произведение экспонента это экспонента суммы, подставим явный вид E от NP B. Ну и от экспонента суммы снова перейдем к произведению экспонента и получится у нас для большой статистической суммы идеальной квантовой системы вот какое выражение сумма по всем наборам чисел заполнения суммируется у нас произведение по P E в степени минус EP минус мю NP вынесем за скобочки делить на θ вот в каждом таком множителе соответствующем набору квантовых чисел P теперь уже содержится только NP слагаемые представляются в виде произведения каждая из множителей которых зависит только от одного из чисел заполнения NP мы вспомним что сумма по наборам чисел заполнения это на самом деле последовательные суммы по всем числам заполнения в отдельности то есть это сумма по NP первому сумма по NP второму сумма по NP какому-нибудь 113 ну и так далее в общем в принципе этих наборов квантовых чисел может быть бесконечно так что ну в принципе это конечно бесконечная вложенная сумма вот но главное что так как слагаемые распались на произведение отдельных множителей то и у нас нет дополнительных условий и нет условий типа сумма по NP равна N теперь да в большом каноническом ансамбле число частиц не фиксировано вместо него химический потенциал фиксирован то большая статистическая сумма представляется в виде произведения ну можно сказать что это произведение статистических сумм для каждого одночастичного состояния в отдельности ну сейчас вы увидите то зэта от тетавы мю равно произведению по п суммы теперь не по наборам да а по отдельным числам заполнения то есть сумма по NP E в степени минус EP минус мю деленное на тетав умножить на NP NP тут уже общий множитель перед дробью что мы запишем как произведение по p зэта с индексом p ну где понятное дело зэта p равна как раз вот сумме по NP E в степени минус EP минус мю умножить на NP деленное на тетав вот вот эта величина ее можно называть суммой по одночастичным состояниям для одного уровня ну тогда теперь поскольку мы выяснили разобрались со структурой большой статистической суммы в большом каноническом распределении гипса вот теперь мы вернемся к вероятности вероятностям и заметим что W для набора чисел заполнения равное произведению по P W P T от NP и равное единицы делить на Z от T V N на произведение по P E в степени минус EP минус μ делить на T и умножить на NP в силу вида Z равного произведению получаем мы что вероятность для одного состояния для одночастичного состояния вероятность что в этом состоянии находится NP частиц теперь записывается таким вот образом W P от NP равна единице делить на Z с индексом P на E в степени минус EP минус μ делить на T это на NP умножить вот теперь вернемся к разговору о том что вероятности факторизовались так как вот Z P имеет такой вид да то понятно что сумма по возможным значениям числа заполнения а мы пока с вами как вы заметили не разграничиваем случаи фермионные и случаи бозонные поэтому ну в общем у нас тут общий разговор такой ведется пока что потом рассмотрим отдельно статистики поэтому я тут и пределы не указываю но тем не менее пределы суммирования по NP но тем не менее понятно вот в силу такого вида Z P что сумма вот этих вероятностей по возможным значениям чисел заполнения равна единице как положено для вероятности вот ну кроме того в силу такой факторизации в большом каноническом распределении гипса случайные величины а NP у нас понятное дело я надеюсь что понятно да являются случайными величинами поскольку у нас уровень состояния в котором система находится является случайным да а состояние это определяется набором чисел заполнения то все числа заполнения являются случайными величинами вот так я их теперь и назову случайные величины НП и НП штрих являются независимыми. Ну, на всякий случай поясним, что при П не равном П штрих, потому что при П равном П штрих, НП и НП штрих, конечно, равны друг другу, и являются очень даже зависимыми, случайными величинами. Но после того, как я сказал, что НП, конечно, у нас являются случайными величинами, совсем легко будет принять тот факт, что значит можно рассматривать, и даже, естественно, рассматривать средние значения для этих величин. Средние значения. Чисел заполнения. Так, ну, в данном курсе для среднего значения числа заполнения используется специальное обозначение. Само число заполнения мы обозначали, как в учебнике Юрия Александровича, Н большой с индексом П, ну и это обозначение из учебника. Н маленькая с индексом П, это вот среднее число заполнения. Пожалуйста, не путайте с самим числом заполнения. Ну и как положено, при вычислении средних, да, мы должны суммировать по всем возможным состояниям в данном случае величину, равную произведению вероятности состояния на значение случайной величины в данном состоянии. Ну, то есть вот то, что я здесь написал, НП на Дублевое. Ну, не очень, наверное, хорошо и красиво, что у меня здесь и здесь П, это вот другое П, а вот тут вот это. Ну, можно было бы здесь, например, поставить, если кому-то это мешает, да, можно поставить индекс 1 у этого П, выделенного. И в силу факторизации Дублевое от НП, это независимость разных НП, да, это сводится к сумме по, собственно, теперь уже значениям этого самого усредняемого НП в сумме ПНП величины НП на Дублевое П от этого НП. Ну и, как я уже сказал, можете этот маленький индекс 1 УП не писать, если вас не смущает то, что вот здесь у нас совпадали эти П. Нет, из суммы его нельзя вынести, потому что сумма ровно по его значениям. Мы перебираем его значения от нуля до максимального возможного для фермионов. Что фиксировано? Фиксировано здесь П1. А случайная величина НП. А про эти формули точно АПСИ4ПСВ? Точно. Потому что они соответствуют фиксированному значению набора квантовых чисел, для которого мы это смотрим. А вот ПН, поскольку оно как раз случайная величина, ведет сумма. Но я, наверное, может быть, это станет более понятно, если я вот это вот сотру, а вместо этого напишу, уж не знаю, как вы это в своих тетрадях отразите, сумму по наборам НП, НП1 на WP1 от НП1 на произведение по П, не равным П1, WPT от НП. Да, а потом еще я и вот это сотру. Скажу, что это останется у меня сумма по НП1, НП1, WP1 от НП1 на произведение сумма по П, не равным П1, WP от НП. А сумму забыл, ПНП, да. Вот, каждая из этих сумм есть единица, и хоть их бесконечное число, но произведение единиц все равно останется единиц. Так что здесь остается, ну вот мы возвращаемся к тому, что было написано. Сумма по НП1, НП1, WP1, НП1. Ну, надеюсь только, что это вот эти две формулы, да, дополнительные, не запутали только все еще сильнее, да. Дальше этот маленький индекс у П, конечно, исчезнет. И будет просто Н маленькая П равная НП среднему равно сумме по НП, НП, WP от НП. Ну, в общем-то, естественно, если случайная величина, для нее известно распределение, да, а для отдельного числа заполнения нам это распределение известно, вот оно здесь написано. Да, сейчас мы этот явный вид, естественно, подставим в ту формулу, то, естественно, среднее значение выражается таким образом. Подставляем явно WP от НП. Получаем тогда для среднего числа заполнения Н маленького П сумму по НП, что суммируется НП, умноженное на единицу делить на зета П умножить на Е в степени минус ЕП минус мю делить на тета, ну и умножить на НП. Замечаем, что единица делить на зета П она от НП не зависит. Это постоянный множитель, который элементарно из-под знака суммы выносится. У нас остается вот, что единица делить на зета П умножить на сумму по значениям НП. НП умноженное на е в степени минус ЕП минус ню делить на тета на НП. А теперь используем формулу, которая для вас, наверное, уже не новая, когда вы большое каноническое распределение гипса и его свойства рассматривали, писали фуктуацию числа частиц в системе. Да, вы использовали похожее равенство. Используем, что НП перед экспонентой может получиться как результат дифференцирования этой экспоненты по химическому потенциалу, ну, с дополнительным умножением на температуру. Что, в общем, это равно ТТД по ДМЮ, действующее на Е в степени. Тогда у нас среднее число заполнения состояния с квантовыми числами П. Вот какой вид принимает. НП равно сумме, ну, единицы делить на ЗП на сумму ПНП ДПДМЮ Е в степени минус ЕП минус МЮ деленное на ТТННП. И поскольку дифференцирование по МЮ, ага, ТТ забыл, оно тут должно быть, конечно. И поскольку ТТ и дифференцирование по МЮ от НП тоже вроде бы не зависит, да, ну, и без вроде бы, просто не зависит, то из-под знак суммы мы их также выносим. И это переписываем как единица делить на ЗП умножить на ТТ умножить на ДПДМЮ, действующая на сумму ПНП Е в степени минус ЕП минус МЮ деленное на ТТ умножить на НП. А вот теперь у нас осталась внутри под знаком дифференцирования сумма ПНП, которая просто совпадает с суммой по состояниям для одночастичного состояния, да. ну, и обозначается нами ЗП. То есть теперь у нас единица делить на ЗП на ТТ на НПДМЮ, действующая на ЗП. Ну, что мы свернем согласно теореме о производной сложной функции и нашему знанию о производной логарифма, да, в ТТ умножить на Д логарифм ЗТП поднимю. Вот среднее число заполнения. Дальше в написании этой формулы мы продвинемся уже при рассмотрении отдельных статистик Базейнштейна и Фермини-Дирака. Ну, пока еще скажем общие слова про термодинамику идеальной квантовой системы, да, поскольку фактически мы с термодинамикой практически разобрались, поскольку знаем ЗТА. Омега от ТТ в МЮ равна минус ТТ логарифм ЗТА от ТТ в МЮ ну и всего вида ЗТА а логарифм произведения распадается на сумму логарифмов и это же равно минус ТТ умножить на сумму по П логарифм ЗТП. Ну, при желании можно и здесь написать зависимость от ТТ в МЮ ЗТП. как ЗТП зависит от В? Ну, МЮ явно входит в ЗТП, да, ТТ тоже явно входит в ЗТП. Зависимость от В входит через зависимость собственных значений одночастичного гамильтаниана, да, эти собственные значения, конечно, зависит от величины и объема, в котором система находится, пусть даже одна частица. Так, звонок прозвенел, перерыв, перемен. Так, продолжим и убедимся в том, что термодинамический подход и подход статистической физики, они на самом деле одинаковые результаты дают, согласованы между собой. Да, убедимся мы в этом на примере нахождения термодинамического числа частиц в системе, выделенной воображаемыми стенками вот в этой идеальной квантовой системе. Термодинамика, наверное, Александр Максимович использует такое сокращение. Термодинамика это ТД, а статистическая физика это СФ. Термодинамика равновесная число частиц. В системе, выделенной воображаемыми стенками, фактическое число частиц не фиксировано, оно фуктуирует. Но среднее значение при данных ТДВ и Мю хорошо определено и определено однозначно, и вот оно-то и есть равновесное термодинамическое значение. Вот оно равно минус ДОМЕГА по ДМЮ в рамках термодинамического подхода. А в статистической физике мы привыкли думать, что собственно характеристики нашей системы большого числа частиц равновесные, это есть средние значения этих характеристик. то есть Н от ТДВ Мю равное среднему значению собственно. Ну, наверное, лучше даже и понятнее будет, если я напишу чуть длиннее. для идеальной системы мы усредняем сумму чисел заполнения, среднее значение суммы равно сумме средних, ну, а эти самые средние мы обозначаем Н маленькое. из написанного вида омега вот оно справа внизу еще написано, вот мы получаем, что Н от ТДВ Мю равное минус Д под Мю омега при постоянных ТДВ должно быть равно минус Д под Мю действующее на минус ТД сумму по П логарифмов Зета П от ТДВ Мю Да, я вот понятное дело, что вместо омега я подставил то, что у меня здесь написано. Ну, два минуса у меня сократятся, а еще я сразу пронесу дифференцирование по Мю через ТД, да, потому что ТД независимая переменная в этом наборе ТДВ Мю и от Мю не зависит. Так что дифференцирование по Мю пронесется через это ТД, а вместе ТД и Д под Мю я внесу под знак суммы, так что у меня будет здесь сумма по П ТД по ДМю действующая на логарифм Зета П. А это опять-таки эта формула все еще тут написана с правой стороны, это и есть Н маленькая П. То есть вот мы видим, что здесь подход кермодинамики и статистической физики согласуется, но мы будем и дальше верить, что он согласуется, поэтому внутреннюю энергию уже напишем, используя только подход со стороны статистической физики, то есть усреднение соответствующей величины энергии системы. Внутренняя энергия. Ну, не будем скрывать, что в данном случае она зависит от ТТВ и мю, да, а это будет иметь значение чуть позже. Вообще-то нам, конечно, удобнее работать с величинами, которые зависят от ТТВ и мю. Ну, поэтому, в частности, и надо отметить, что здесь еще не н, а мю. Е ТТВ и мю будет равно среднему значению энергии системы, да, то есть среднему значению сумму ПП, ЕП, НП, ну, то есть сумме средних значений, причем, поскольку ЕП это фиксированная величина, не являющаяся случайной, то есть под усреднение отдельных слагаемых ЕП выносится, остается умножение ЕП на среднее значение числа заполнения. Получаем сумму ПП ЕП НП. Вот, ну, в качестве замечания можно сделать, можно сказать, что это совпадает с тем выражением, которое мы бы получили использовать термодинамические формулы. Е равно омега плюс тета с плюс мюен, или что то же самое омега минус тета до омега по д тета при постоянных мюен, минус мюн и омега по д мюн при постоянных тета и в. Собственно, это в учебнике классненького сделано, так что, если вам интересно, можете там посмотреть. Мы это воспроизводить не станем. Ну вот, таким образом получается, что в рамках подхода большого канонического распределения гипса мы всю термодинамику идеальной квантовой системы в общем-то можем выписать. Да, все термодинамические характеристики. Давайте еще отметим, про уравнение состояния, зная внутреннюю энергию, да, можно написать калорическое уравнение состояния, а вот термическое уравнение состояния, ну тоже можно было бы написать до омега по д в, но еще проще вспомнить, что омега равно минус п в, в соответственно давление ну опять-таки как функция температуры и объема и химического потенциала, а не числа частиц, будет равно минус омега делить на в. давайте отметим, что для перехода к переменным тв и мю, надо рассматривать вот это равенство n равно сумме по p от np как уравнение до связывающие уравнение, связывающие n-чатково-частиц с температурой объема химический потенциал. Надо решить это уравнение относительно на мю, получить при этом мю от тв и n, да, ну и подставить во все найденные характеристики. Ну, в частности, больше всего у нас внутренняя энергия и давления интересуют, да, так что вот в те e от тв и мю и p от тв и мю, если подставить мю как функцию тв и n, да, то мы получим внутреннюю энергию и давление как функции нужных нам переменных. Ну, это я сейчас говорю, а использовать, реализовать эту программу мы будем позже. Пока займемся уже рассмотрением конкретных случаев, да, а это общие слова, которые мы здесь сказали, потому что вообще у нас тут был в некотором смысле общий такой довольно разговор. А вот теперь конкретные случаи. статистика базы Эйнштейна. Числа заполнения одночастичных состояний в данном случае не ограничены сверху. могут принимать любые целые значения больше или равные нуля. Да, ну тогда сумма по числу заполнения. Вот теперь про нее мы скажем, что в данном случае это есть сумма по НП от нуля до бесконечности. Ну и получаем, тогда что сумма по числам заполнения для одного уровня в данном случае есть бесконечная сумма по НП от нуля до бесконечности. Ну в общем вот такой вид экспонента уже конечно с выделенным множителем НП перед дробью уже сам по себе конечно понятный, но я его еще перепишу для большей понятности вот в каком виде. Скажу, что у меня тут суммируются степени одного числа. число это Е в степени минус ЕП минус мю делить на тета и вот оно последовательно возводится в степени НП. НП пробегает значение от нуля до единицы и такие эти степени суммируются. Вообще, конечно, это сумма бесконечной геометрической прогрессии. Имеет вид суммы по НП от нуля до бесконечности х в степени НП, где х равно Е в степени минус ЕП минус мю делить на тета. Ну и для сходимости, а мы будем считать, что сходимость означает и существование этой суммы, то есть вообще для того, чтобы эта сумма имела какое-то разумное значение, существовало у нее значение. требуется, чтобы х был ограничен. При х по модулю в меньшем единице имеем, что сумма по НП от нуля до бесконечности х в степени НП равна единиц делить на единиц минус х. При модуле х больше или равном единице, ну так вот совсем формально вроде бы кажется, что если сюда х подставить равное минус единице, то ничего страшного не случится, одна вторая получится. Но тем не менее мы будем говорить, что модуль х больше или равном единице, сумма не существует. А это вообще-то будет означать ни много ни мало, что не существует и большое каноническое распределение гипса. Но нас это не устраивает никоим образом. Мы считаем, что большое каноническое распределение гипса всегда существует для нашей системы. значит так как большое каноническое распределение гипса, ну вы заметили, я стал использовать сокращенное написание большое каноническое распределение гипса существует, то для всех П должно выполняться условие соответствующие х по модулю меньше единицы. Но х у нас экспонента, поэтому оно положительно, конечно, так что можно просто писать е в степени минус еп минус мю делить на тетто меньше единицы. Так, еще у меня при написании, конечно, редко получается минус поставить, который в экспоненте ровно перед дробью, но вы имейте ввиду, что он стоит не перед энергией еп, а перед дробью. Это общий перед дробью минус. Вот, но возвращаясь к тому, что такая экспонента должна быть меньше единицы, мы получаем, что так как тетто у нас положительно, для всех p должно выполняться условия мю меньше еп. Вот, но одночастичные энергии, конечно, мы считаем, что они снизу ограничены, вот, так что мы обозначим через е нулевое минимальное значение среди вот одночастичных энергий еп, этих, да, тогда для бозонов имеем условия на мю. Бозоны, потому что мы статистику база Эйнштейна рассматриваем. Химический потенциал должен быть обязательно меньше минимального значения одночастичной энергии. При выполнении этого условия все zeta p существуют, ряды сходятся. Ну и z с индексом p равные сумме, давайте я восстановлю то, что тут было написано, pnp от 0 от бесконечности е в степени минус еп минус мю деленное на тет в степени np превращается в единицу делить на единицы минус е в степени минус еп минус мю деленное на тет вот. Ну и средние числа заполнения немедленно напишем. у нас когда мы в общем говорили про квантовые идеальные системы, такая формула была написана и для бозонного и для ферменного случая она годится. Среднее число заполнения равно тета умножить на d под мю действующий на логарифм ztp. Ну и здесь мы получим подставляя явно этот вид ztp сюда, что это будет минус тета умножить на d под мю логарифма единицы минус e в степени минус e p минус мю деленное на тет. Минус взялся от того, что я логарифм дроби единицы разделить записал как минус логарифм того знаменателя, поскольку в числителе единица стоит. Но продифференцировать тут по мю несложно. Что у нас будет? Минус сократиться. Будет тут тета. В общем-то из экспонента еще тета возникнет одно. Потом сократим. Ну и в числителе дроби будет минус e в степени, а в знаменателе будет единиц минус e в степени. Ну и так принято переписывать эту формулу, чтобы в знаменателе и в числителе стояла единица. Так что мы домножим из знаменателя и числитель дроби на одно и то же число и получим формулу так, как ее принято писать. Ну и поскольку это важная формула, мы напишем ее полностью отдельно. Среднее число заполнения состояния с набором квантовых чисел P равно единице делить на E в степени E в степени этого минуса этого минуса Благодаря тому, что экспонент в знаменателе. Называется это вот смотрите, тут есть интересный момент. Вообще-то это формула для средних чисел заполнения. То есть это не плотность вероятности, но называется это распределение Базейнштейна. Наверное, такое название основано на том, что все-таки какое-то отношение к тому, что к вероятности найти частицу в состоянии с квантовым числом P, эта формула имеем. Но, тем не менее, эта формула не для вероятностей, а для средних значений. Как вычислить омега и N E выражаются общими формулами. поэтому я их не повторяю. Собственно, надо в те формулы, которые у нас были написаны, подставить бозонное выражение для средних чиселезаполнения и для статсуммы, так сказать, по состояниям на одном уровне ZTP и получим соответствующие выражения. Статистика Фермини-Рака В данном случае числа заполнения возможных значений 0 и 1 Больше чем один Фермион в одном состоянии находиться не может. Принцип Паули. Суммы проще, чем в бозонном случае. Поэтому сумма по NP в данном случае есть сумма по NP от 0 до 1. В такой сумме два слагаемых, соответствующих NP равному 0 и NP равному 1. Получаем здесь ZTP равное сумме PNP от 0 до 1 E в степени минус EP минус μ деленное на θ на NP оказывается равна эта сумма. Ну, два слагаемых выписать нетрудно. Первое будет равно единице, потому что E в степени 0 будет. Второе будет равно E в степени минус EP минус μ делить на θ. Ну, припишу тут сравнись бозонной ZTP равной единиц делить на единиц минус Е в степени минус P минус ну делить на θ. Бозонная отличается от фермионной тем, что в двух местах минус а не плюс. В бозонной единица минус экспонента возводится в степени минус 1, а в фермионной единиц плюс экспонента остается в степени плюс 1. Ну, может быть, когда-нибудь вам это пригодится. А среднее число заполнения в данном случае считается по той же формуле тета d поднимем действующий на логарифм zeta P. Теперь у нас минус не выскакивает, поскольку у нас только числитель. Логарифм единиц плюс экспонента тут стоит. Ну, если продифференцировать, то тут будет θ умножить на единицу делить на θ. Эта единица делить на θ возникает вот отсюда. Е в степени минус EP минус μ делить на θ делить на единица плюс Е в степени минус EP минус ну делить на θ. Ну, и опять-таки превращая эту дробь в дробь с единицей в числителе, мы получим распределение фермидерака теперь. но вы понимаете, что надо сделать, чтобы в числителе единицу получить, я здесь это явно уже домножение числителя и знаменателя на один и тот же множитель не написал. Вот, отличие от бозонного случая опять-таки в том, что здесь стоит плюс единица, а не минус единица. ну, опять-таки общие формулы и здесь применимы, да, просто формулы для омега, е и n мы должны соответственно подставить фермионные выражения для средних чисел заполнения и суммы для одночастичного состояния. Ну, вот, на самом деле в природе существует два сорта статистики Бозейнштейна и Фермидерака и мы оба эти случая рассмотрели, но все-таки вот в связи с нашим предыдущим разговором о квазиклассическом переходе мы рассмотрим еще так называемую статистику Больцмана. Это связано с квазиклассическим переходом для квантовых идеальных систем. Квазиклассический переход для идеальных квантовых систем. Оказывается, что условия квазиклассичности по крайней мере поступательного движения температура гораздо больше температуры вырождения, которая по порядку величины есть H в квадрате делить на M умножить на концентрацию в степени две трети эквивалентно условия того, что вот эта экспонента стоящая здесь в знаменателе и для бозонов и для фермионов она становится гораздо больше единицы условия U. E в степени E P минус мю делить на тета гораздо больше единицы. А обоснование дадим позже. Обоснование позже. Для того, чтобы это обоснование получить, еще в общем-то довольно много формул надо будет написать. Так, ну сейчас уже мы это условие однако будем использовать. Да. тогда и в бозонном и в фермионном случае нам удобно будет эти два случая объединять в одной формуле верхний знак бозонный нижний знак фермионный. получаем в этих двух случаях тогда что мы получаем? Что NP оказывается равно E в степени μ минус EP делить на тета. Вот это распределение Больцмана для чисел заполнения классического газа. это если приним речь поправками и это гораздо меньше единицы. Я вот это условие использовал да понятно раз экспонента гораздо больше единиц то в общем-то неважно вычитается здесь единица из этой экспонента или складывается с ней в главном порядке у нас получится для среднего числа заполнения вот такая экспонента перевернутая здесь перенося эту экспоненту из знаменателя в числитель получаем минус да ну минус мы не пишем записываем аргумент экспонента так важно что число заполнения среднее при этом становится гораздо меньше единиц вот это число заполнения в классическом газе называют их иногда распределение даже не Больсмана как я сказал да а Максвелла Больсмана с учетом того что это еп на самом деле конечно п в квадрате делить на двое но как таковое чистой Больсмановской статистики конечно же нет потому что уже было отмечено есть либо статистика Фермедерака либо статистика Бозенштейна поэтому квантовые поправки есть вот эти квантовые поправки мы напишем потому что в дальнейшем мы напишем также квантовые поправки к уравнениям состояния идеального газа то есть будет написано типа емкость ЦВ да и давление П с поправками с квантовыми которые на самом деле всегда есть в зависимости от того какой статистики на самом деле частицы подчиняются составляющие газ фермионами они являются или базонами вот так что мы перепишем НП равно единице делить на Е в степени ЕП минус му делить на тета это я вот большую экспоненту вынес отдельным множителем ну пока оставил ее в знаменателе чтобы было видно что я ее вынес за скобки как бы а тогда здесь станет единиц минус плюс Е в степени му минус ЕП делить на тета при тета гораздо больше температуры вырождения имеем что Е в степени му минус ЕП делить на тета гораздо меньше единицы поэтому используем формулу разложения для единицы минус плюс х единица делить на единиц минус плюс х примерно равна единице плюс минус х при ну вообще конечно тут надо написать многоточие а если быть совсем аккуратным то что-нибудь типа плюс о от х квадрата но большой я больше писать не буду в лучшем случае буду писать многоточие если захочу отметить что тут есть добавок да но формула это правильная при х гораздо меньшем единице да поэтому получаем мы для средних чисел заполнения следующее выражение они равны е в степени мю минус ЕП делить на тета то есть классический большинцмановский член да вот но к нему есть добавки добавки этим и так запишем основному слагаемому соответствует единица в скобках но к ней идет плюс или минус в зависимости от типа статистики верхний знак бозонный нижний фермионный это вот там все еще написано ну и малый добавок е в степени мю минус ЕП делить на тета плюс многоточие это есть е в степени мю минус ЕП делить на тета плюс минус е в степени 2 мю минус ЕП делить на тета плюс многоточие ну и вот это плюс минус это и есть первая то есть самая главная квантовая поправка вот ну а первое слагаемое это классическое значение к которому собственно я это и пытаюсь подчеркнуть всегда есть добавка зависящая от типа статистики вот ну и собственно вот теперь нам пора сделать ну хотя бы начать такую техническую заготовку для вывода формул в последующем да поэтому сейчас может быть будет не очень понятно к чему но такая довольно длинная выкладка вернемся к уравнению для мю от ттвн да в квазиклассическом случае с учетом поправок это уравнение примет вид уравнение примет вид n равно ну в соответствии с тем что там справа написано равно сумме по П и в степени мю ттта на е в степени минус е Пт делить на ттта это я просто записал экспонент суммы как произведение экспонент да это основное классическое слагаемое в классическом пределе плюс-минус сумму по П е в степени 2мю 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 делить на тетта на е в степени минус 2еп делить на тетта ну плюс многоточие в общем-то которое здесь я теперь уже не написал вводим обозначение и от тетта равно единиц делить на н на сумму по П е в степени минус е п делить на тетта на самом деле поскольку е п зависит от объема то также тут есть помимо зависимости от тетта еще зависимость от числа частиц вот она явно там указана да и зависимость от объема ну зависимость от объема и от числа частиц эффективно сведется к зависимости от концентрации или что то же самое от удельного объема но в общем в любом случае мы эти дополнительные зависимости тут не отражаем хотя они и есть. Используя это обозначение, мы тогда уравнение для химического потенциала перепишем следующим образом. Учтем, что согласно нашему обозначению, сумма по p, e в степени минус 2 e p делить на θ будет равна n умножить на i от θ пополам, потому что θ двойка, эквивалент тому, что здесь в знаменателе стоит θ пополам. Ну и уравнение перепишем. В виде n равно e в степени мю делить на θ умножить на n умножить на i от θ плюс минус. Плюс минус e в степени 2 мю делить на θ умножить на n умножить на i от θ пополам. Ну, в принципе, тут есть еще добавки, конечно, более высокого порядка квантовые поправки. Понятно, что e в степени мю делить на θ и e в степени 2 мю делить на θ я из-под знак сумм вынес, да, суммы переписал через i. Ну, на n мы поделим. Поделим также на e в степени мю делить на θ. Вот, и у нас получится... Вот какое выражение для e в степени мю делить на θ. Ну и в соответствии с духом этого разложения, первое слагаемое в правой части, конечно, это главный член. А второе слагаемое, ну, это более или менее малое, но мы считаем, что малое, да. Квантовая поправка. Тогда итерируя, да, в главном члене. Мы получаем... Ну, вот сейчас я закончу. В главном члене получаем, что e в степени минус мю делить на θ равно e от θ, а e в степени мю делить на θ, соответственно, равно единице делить на e от θ. Тогда с поправкой мы получим, что e в степени мю минус мю делить на θ равно e от θ плюс-минус e... Нет, e от θ пополам делить на e от θ, да. Я вот сюда, во второе слагаемое поправочное, подставил главное значение этого e в степени мю делить на θ. Вот, ну, а для e в степени мю делить на θ получим единицу делить на e в степени мю делить на θ, то есть единица делить на e от θ плюс-минус e от θ пополам делить на e от θ. Ну, и с учетом того, что вот это как бы большое, а это маленькое, мы здесь получим единицу делить на e от θ, умножить в скобочках на единицу минус плюс-минус e от θ пополам деленное на e от θ в квадрате. Ну вот, собственно, на этом все. Извините за некоторую задержку. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, подходите. Ну а так на этом на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok